Привет, Нелпер! Сегодня поговорим об одной вещи, которая мешает тебе достигать своих целей. Эта вещь называется критика на уровне идентичности. Но не пугайся, это не какое-то сложное, замудренное понятие. Ты часто, я уверен, этим занимаешься или, возможно, занимался, пока не понял, что это вредно для тебя. Как это выглядит? Это выглядит очень просто. Это выглядит так, когда ты начинаешь обесценивать себя на уровне идентичности. Когда ты говоришь себе, я плохая мама, я плохой сын, я плохой инженер, я плохой специалист и так далее, и так далее, и так далее. То есть ты называешь свою идентичность, в которой ты пытаешься развиваться, заведомо плохой. Что это дает тебе? Ничего хорошего тебе это не дает. Лишь только делает тот стеклянный потолок, который мешает тебе развиваться. Потому что, если ты себя идентифицировал каким-то плохим, нехорошим словом, то ты ничего уже с этим не можешь делать. Когда ты считаешь себя плохим специалистом, ты будешь продолжать себя считать плохим специалистом. Из-за чего это происходит? Это происходит, потому что у нас есть какой-то идеальный образ, которому мы должны соответствовать. Допустим, в семейных отношениях. Я плохой муж, либо я плохая жена. Потому что у нас в голове уже есть где-то сформированный образ, каким должна быть идеальная жена, идеальный муж, идеальный специалист в какой-то области и так далее, и так далее, и так далее. И для того, чтобы выйти из этого порочного круга, тебе нужно сделать одну манипуляцию над собой. Сместить уровень критики с идентичности на уровень поведения. Сейчас поясню, как это делается. Делается это очень просто. Если ты считаешь себя плохой мамой, то ты никогда не сможешь стать хорошей мамой. А если ты будешь говорить о себе, не я плохая мама, а будешь говорить, я хорошая мама, но иногда я поступаю как не очень хорошая мама, иногда я веду себя как не очень хорошая мама, то тогда ты понижаешь вот этот накал страстей. Тогда ты уже не обесцениваешь себя, не обесцениваешь свою идентичность. А ты начинаешь давать обратную связь себе же самому по поводу поведения. Или если ты, допустим, специалист в какой-то области, ну, к примеру, инженер, и считаешь себя плохим инженером. Это удар в твою идентичность, ты не можешь так развиваться. Но если ты переформулируешь свою критику немножко по-другому, скажешь, я хороший инженер, но иногда я поступаю непрофессионально. Здесь ключевая задача, свою критику переместить на уровень поведения. Я что-то делаю не очень хорошо, не очень правильно, непрофессионально. Можно еще говорить так, я развивающийся специалист, я развивающийся инженер. И сейчас в процессе обучения иногда я поступаю непрофессионально. Примерь вот этот рефрейминг, вот это изменение обратной связи на свою идентичность. Примерь на ту часть личности, которую ты обесцениваешь, говоря о себе, я плохой, тот-то, тот-то, тот-то. А на этом у меня сегодня все. Это была передача «Утренняя раскачка». Продолжай развиваться и перестань критиковать свою идентичность. Критикуй свое поведение. Продолжение следует...